Девушки отдыхают Доктор, врач-невролог, эпилептолог, мануальный терапевт, остеопат, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской неврологии Казанской государственной медицинской академии Дмитрий Валерьевич Морозов Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич! Здравствуйте, ребята! Сразу же задам вам нескромный вопрос. Сколько вам лет? 37 Вы специализируетесь на лечении детских нервных болезней, болезней позвоночника, эпилепсии детской и взрослой. Специалист в области электроэнцефалографии. Имейте более 20 научных трудов. Когда вы все это успели? На самом деле самое важное это уметь планировать день. Если день хорошо распланирован, то успеваешь делать очень многое за это время. Ну и в целом я не считаю, что я очень многое успел, потому что, скажем, Александр Македонский в 26 лет уже владел половиной мира. Поэтому я надеюсь, у меня еще многое впереди. А расскажите о своем детстве. Я рос в семье интеллигентов. Моя мама врач, бабушка с дедушкой также профессора. Прадедушка также профессор. То есть у меня три поколения профессоров и пять поколений врачей в семье. Поэтому мое детство было удобрено рассказами, обсуждением пациентов, рассказами про медицину. Как правило, вечером за столом часто обсуждались какие-то проблемы, которые возникают на работе с пациентами. Ну а в целом детство было достаточно интересное, такое же, как у всех. Занимался спортом, занимался английским языком, путешествовал в меру возможностей. Как и почему вы выбрали профессию доктор-невролог? И почему именно детский? Я думаю, во многом поводом к выбору моей профессии стала моя семья, конечно, потому что семья очень глубоко погружена в медицину. У меня был момент в жизни, мне было около 15 лет, когда у меня была мысль заняться международными отношениями. Я даже посещал занятия вот тут в КФУ и планировал поступать на отделение международных отношений. Но потом я опять изменил свое мнение и все-таки решил посвятить время медицине. Поэтому в конечном итоге выбрал медицину. А почему детскую? Вообще изначально я специализировался на взрослых. То есть я закончил ПЕТФАК, это детский факультет, то есть факультет, на котором готовят именно детских врачей. После этого я поступил во взрослую ординатуру и интернатуру. И я мог работать как с детьми, так и с взрослыми. Но так как мои родители больше работали с детьми, так получилось, что я всегда был связан с детьми. И в конечном итоге, когда я открыл частный центр медицинский, то мы начали работать именно с детьми. Но на данный момент у меня есть и взрослые пациенты. То есть, в принципе, я принимаю именно как невролог в основном детей, где-то 80% детей на приеме. Но 20% это у меня взрослые, поэтому взрослых пациентов я тоже смотрю. Довольны ли вы своим выбором? Я очень доволен своим выбором. Я считаю, что неврология – это очень интересная специальность, которая очень активно сейчас развивается. Потому что мозг – очень малоизученный орган. И на самом деле каждый год мы получаем какие-то новые информации про мозг. Это очень интересно. Но выбор – это очень сложно. Поэтому я продолжаю себя искать, пробую какие-то новые направления. И мой выбор не окончателен. То есть, я выбрал профессию, но внутри профессии я определяю для себя какие-то направления, которые мне интересны. Я думаю, это абсолютно нормально для человека всю жизнь выбирать. У нас в программе есть рубрика, где мы отвечаем на вопросы наших телезрителей. Хотите поучаствовать? С удовольствием. Здравствуйте, Дмитрий Боледович. У нас в Телеграме «Это удивительная жизнь» появился вопрос от ученика первого класса, Камиля Гатаулина. Камиль спрашивает, что такое иммунная система? Из чего она состоит? И для чего она нужна человеку? Иммунная система – это очень сложный механизм внутри организма, который помогает организму человека побеждать внешние факторы, которые могут вызывать заболевания. Кроме этого, иммунная система позволяет справляться с поломками внутри клеток, которые могут перерождаться и, допустим, формировать опухоли. А где она живет? Она живет в разных органах. К ней можно отнести и тимус, и органы, такие как селезенка. И самый главный иммунный орган – это, конечно, кровь и лимфатические узлы. Как клетки иммунной системы отличают своих от чужих и понимают, с кем нужно бороться? Дело в том, что на поверхности клетки есть определенный штрих-код, благодаря которому клетки иммунной системы человека могут понимать, что эта клетка пришла снаружи, насколько она злая, насколько она опасна для организма. Если она видит, что штрих-код клетки измененный, и эту клетку нужно съесть, то они поглощают ее и выставляют этот штрих-код у себя на поверхности, благодаря чему в организме вырабатывают специальные антитела, которые позволяют справляться с этими клетками. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. А вам, Камиль, спасибо за вопрос. Присылайте больше вопросов в наш телеграмм «Это удивительная жизнь». Ответим мы с удовольствием. С вами была Анастасия Коткова. Пока-пока! Дмитрий Валерьевич. Дмитрий Валерьевич Морозов. В каком институте вы учились? И сложно ли было освоить эту профессию? Я учился в Казанском государственном медицинском университете. Вообще, если посчитать годы для того, чтобы стать врачом, необходимо минимум 8 лет. То есть это 6 лет обучения в университете и 2 года обучения в ординатуре. Для некоторых специальностей это может отличаться. Скажем, для нейрохирургии, для кардиохирургии возможно придется поучиться подольше. Ответьте коротко и не задумываясь. Детский невролог – это… Круто! А как стать доктором? Каждый доктор после окончания университета, как правило, выбирает для себя какую-то специализацию. Либо ты занимаешься нервными болезнями, либо ты лечишь желудочно-кишечный тракт, либо ты занимаешься лечением уха горла носа. В зависимости от этого ты поступаешь в соответствующую ординатуру. Эта ординатура – это более узкое обучение специализированное по тому направлению, которое ты для себя выбрал. Как правило, она длится от двух лет. Поэтому, опять же, я говорю, что потребуется минимум восемь лет для обучения. После этого ты сдаешь определенные экзамены на всех этапах и становишься врачом. Нужны ли какие-то особые качества, навыки или вообще сфер способности человеку, который решил стать специалистом в этой области? Я думаю, что медицина – это очень интересная специальность, где каждый человек с разными способностями может найти себя. Скажем, есть клинические специальности, где тебе необходимо любить людей и уметь общаться с людьми. То есть ты должен быть очень коммуникабельным. Если ты именно врач-лечебник, то есть если ты лечишь людей, непосредственно имеешь дело с живыми людьми. Есть специальности, в которых не требуется постоянного плотного контакта с людьми. Допустим, специалист по нейровизуализации или специалист по МРТ. Или специалист-врач УЗИ, когда ты в основном работаешь за компьютером, описываешь снимки, и прямого контакта с пациентами у тебя нет. Поэтому, в принципе, ты можешь быть организатором здравоохранения. Если тебе нравится, ты чувствуешь в себе какие-то лидерские качества. Если ты хороший организатор, ты можешь быть таким человеком, который является менеджером и организует других врачей. Поэтому медицина очень разнообразная. И я думаю, что имея разные компетенции и разные качества, человек может найти себя в медицине. Но если говорить про мою специальность, я думаю, что основное качество – это любовь к учебе постоянная, то есть желание самосовершенствоваться, усидчивость. И очень важное второе качество – это коммуникация с людьми. То есть врач должен уметь взаимодействовать с пациентом. Если врач этого не умеет, то, к сожалению, ему будет очень тяжело работать. А на какие предметы надо сделать упор в школе, чтобы не провалить экзамены в мединститут? Ну, я могу рассказать про те времена, когда я поступал в медуниверситет. У нас были экзамены по химии, то есть я очень плотно занимался химией и очень плотно занимался биологией. И еще мы сдавали русский язык, потому что русский язык позволяет правильно формулировать мысли. И если врач не умеет правильно, хорошо писать и излагать, скажем, историю заболевания пациента, это тоже ему может мешать. Поэтому акцент надо сделать на эти разделы, на эти науки. Это химия обязательно, это русский язык и обязательно биология, потому что биология – это основа медицины. Над каким научным проектом вы работаете сейчас? Ну, научный проект – это очень такое пафосное название, очень громкое. Я очень много делаю сейчас докладов, потому что в конце года, сейчас год заканчивается учебный, и проходит очень много конференций. И я делаю очень много докладов к разным конференциям, езжу по городам России и докладываю результаты каких-то своих исследований или в целом делаю обзорные лекции по какой-то проблеме. В этом плане тоже работа врача может быть интересная. Ну, я еще занимаюсь преподаванием, поэтому это позволяет мою жизнь врачебную немного разбавить. И за счет этого я путешествую по разным городам и участвую в конференциях. Это тоже очень интересно, потому что ты, во-первых, знакомишься с новыми людьми, с коллегами из других городов, обмениваешься опытом, и кроме этого ты смотришь свою родину. И это очень интересно, побывать в разных городах. То есть совмещаешь приятное с полезным. Ну и в целом, если говорить о крупном научном проекте, есть мысли и планы по докторской диссертации. Надеюсь, сейчас, когда станет поспокойнее в плане докладов, удастся выделить время и начать этим заниматься. Я знаю то, что во времена, когда вы учились в мединституте, вы играли в КВН. Помогает ли юмор вам сейчас в вашей работе? Да, действительно, вы правы. Я сначала участвовал активно в фестивальной жизни медицинского университета. Мы выступали на фестивалях. А потом мы начали играть в КВН. Команда называлась «Доктор Живага». Мы достаточно успешно выступали на республиканском турнире. И даже доходили до финала регулярно с нашей командой. Особое удовольствие доставляло даже не выступать, а писать материал. То есть писать шутки. Это было особенно интересно. И у нас была очень теплая такая дружеская компания. Ребят, которые играли в команде. Мы до сих пор с ними поддерживаем отношения. Несомненно, это дало очень хороший опыт. И вообще умение шутить и чувство юмора – это, я считаю, очень большое преимущество. Такая добродетель человека. Естественно, это очень важно для врача. Потому что врач постоянно общается с людьми. И юмор позволяет сглаживать какие-то неприятные ситуации. Помогает поддержать пациента. То есть юмор – это очень такая психотерапевтическая субстанция. Она позволяет поднять настроение, когда это необходимо. И воодушевить пациента. А сейчас вы шутите? Или работа серьезная? И вам не до шуток? Работа становится все более серьезной. Но тем не менее, чем более серьезная работа, тем больше я шучу. И стараюсь, чтобы меня в коллективе шутили врачи и работники. Потому что без юмора, я считаю, что абсолютно невозможно справляться со стрессами. А с какими трудностями вы сталкиваетесь сейчас в своей работе? В своей работе, прежде всего, сталкиваюсь с вопросом времени. Не хватает времени часто бывает на какие-то вещи. И учитывая то, что я перфекционист, то есть я стараюсь все сделать на 100%, у меня это иногда вызывает недовольство. То есть мне надо во что-то углубиться, но не позволяет мой график это сделать. И поэтому это откладывается. И вторая проблема, пожалуй, это взаимоотношения с пациентами. То есть стараешься максимально найти взаимопонимание, но бывает так, что люди тебя не понимают. И я думаю, проблема любого врача – это найти общий язык с пациентом. А насколько ваша профессия полезна и важна для нашей страны? А по десятибалльной шкале сможете оценить, насколько сложна? Ну, в плане полезности, я думаю, работа врача одна из самых полезных, потому что ты приносишь пользу обществу, особенно когда ты работаешь с детьми, ты работаешь с будущим населения. То есть ты работаешь с будущим трудоспособным населением. Иногда и с теми людьми, кто уже работает. Поэтому если человек болеет, от врача очень многое зависит, насколько врач сможет человека вернуть к активной социальной жизни. Имеется в виду, насколько врач сможет позволить своему пациенту вернуться к учебе, вернуться к работе. Естественно, я думаю, что работа врача очень полезна. Если говорить о сложности, ну, мне моя работа кажется достаточно сложной, но я думаю, что неуважительно будет сказать, что работа врача самая сложная, потому что другие специальности тоже требуют уважения. Есть специальности, которые также являются очень сложными для освоения и работы. Сейчас все хотят выбрать профессию покруче, чтобы она приносила хорошие деньги. Приносит ли по-вашему профессия доктор хороший доход? И насколько вы ее порекомендуете нашим юным телезрителям? Я думаю, дорогие юные телезрители, что идти, выбирать профессию врача только ради дохода, это абсолютно неправильный шаг, потому что во врачи идут не для того, чтобы, скажем так, сразу получать хорошие деньги. Немножко надо по-другому расставить свои планы жизненные, надо поставить для себя целью стать хорошим врачом. И я вас уверяю, что я не видел ни одного хорошего врача, которому было бы нечего есть. Если вы станете хорошим профессионалом в своем деле, чем бы вы ни занимались, медициной, деревообработкой, парикмахерским искусством, в любом случае, если вы стали профессионалом в своем деле, то вы не останетесь без хорошей зарплаты и без хорошего дохода. Ну а сейчас настало время нашей рубрики «Удивись». Смотрим на экран. Первые пластические операции стали делать в Индии в VI веке, еще до нашей эры. В те времена существовал обычай – отрубать в наказание за поступление нос. Но находчивые индийские врачи с радостью восстанавливали утраченный орган, беря кожу с олба пациента. Самая первая операция под общим наркозом была проведена в Китае. Ее выполнил врач древнего Китая. В качестве анестезии он использовал крепкое вино, смешанное с коноплей. В Древней Греции для лечения больных использовали электрический заряд, который производят электрические скаты. Ската помещали на грудную клетку пациента, чтобы стимулировать его рефлексы. Первую успешную операцию по пересадке роговицы выполнил английский военный хирург в Индии в 1835 году. Правда, не человеку, а антиопе. У него было ручное животное, у которого имелся только один глаз, да и тот был покрыт рубцами. Брать вынул рукавицу недавнего убитой антилопы и пересадил ее своей питомице. Операция оказалась удачной и к животному вернулось зрение. У вас голубая кровь. Так говорят об аристократах. Но оказывается, мы все аристократы, так как кровь у человека голубого цвета. А красной она становится при контакте с кислородом. Именно поэтому из ран и порезов течет красная кровь. Слухи о вреде кофе сильно преувеличены. Шведский король Густав III был убежден, что кофе яд. Чтобы доказать это, он решил провести весьма необычный эксперимент. Его участниками стали два заключенных. Одному из них давали пить только кофе, другому только чай. За подопытными наблюдали два врача. Густав был уверен, что кофеман погибнет сразу от острого отравления. Однако первым умер один из врачей. За ним последовал вскоре и второй доктор. А через некоторое время был смертельно ранен сам Густав. Оба заключенных прожили еще несколько лет. Причем первым скончался тот, кого поели чаем. Спасибо, ребята! А чем доктор Морозов занимается в свободное время? Если говорить о моем свободном времени, мои любимые увлечения – это баскетбол. Я играю в баскетбол, достаточно много занимаюсь спортом. Хожу в зал, играю в теннис, играю в баскетбол, катаюсь на сапе. Люблю читать книги. Кроме этого, встречаюсь с друзьями. Обязательно надо общаться с своими друзьями и выделять на это время. В последнее время очень много хожу в театр. Вот сегодня, допустим, вечером пойду на балет очередной. Вы врач-невролог. Всегда хотел узнать, зачем неврологу молоток? Ну, во-первых, им очень удобно отбивать мясо. А во-вторых, после того, как ты отбил мясо, им можно посмотреть рефлексы. Ты попадаешь в определенные зоны на теле и смотришь, как реагируют на это нервы. В зависимости от того, какие рефлексы у пациента, мы делаем вывод о его здоровье. А вы всегда его носите с собой? Стараюсь носить с собой, потому что бывает, что приходится смотреть пациентов в полевых условиях. А детский врач обязательно должен любить детей? По крайней мере, он должен уметь находить с ними общий язык. И еще очень важный момент. В идеале, чтобы хорошо уметь общаться с детьми, как врачу, надо иметь собственных детей. Потому что, когда у меня появились свои дети, мне стало гораздо проще понимать и детей, которые ко мне приходят, и общаться с ними. А главное, стало проще понимать родителей, их переживания. Это очень важно. Наверняка и смешные истории из вашей практики. А можете рассказать? Я вспоминаю одну достаточно смешную историю, когда меня попросили посмотреть пациента на кафедре детской неврологии. И так как все кабинеты были заняты, меня отправили в кабинет профессора, нашего заведующего кафедрой. И когда я посадил пациентов на диван и решил сам сесть на кресло, оно подо мной сломалось, и я упал под стол. Но я очень быстро вскочил и продолжил прием. При этом ребенок был очень маленький, но он даже не успел испугаться, настолько быстро я вылез из-под стола. Ну, на следующее утро мне пришлось срочно ехать на рынок и искать основания для кресла, потому что я очень боялся, что профессор узнает, что я сломал его любимый кресло. Забавная история. Согласен. А что, доктор Морозов, всегда с собой в сумке, а? У меня всегда с собой в сумке ноутбук, потому что с помощью ноутбука я, во-первых, дорабатываю свои лекции или свои доклады, ну и смотрю какие-то интересные вещи, которые мне надо по работе. А как вы отмечаете профессиональный праздник? На профессиональный праздник, День медицинского работника, мы всегда собираемся всей нашей клиникой и едем за город, и устраиваем там какие-нибудь активные мероприятия по типу веселых стартов, но для взрослых. А потом обязательно садимся за стол, говорим друг другу тосты и желаем друг другу какие-то вещи от самого сердца. А у вас есть кумир? У меня есть люди, на которых я равняюсь в профессиональном и человеческом плане, пытаюсь следовать их моральным ценностям. Как правило, это доктора, мои знакомые, с кем я общаюсь, более взрослые люди, которые достигли многого в своей специальности, и люди, которых я уважаю, и пытаюсь следовать их примеру. А сколько у вас докторских халатов? Как правило, я принимаю пациента не в халате, а в костюме, потому что я иногда работаю с людьми руками, как остеопат, и мне приходится достаточно активно двигаться. В халате это не очень удобно, поэтому у меня есть специальный костюм для работы. И у меня два комплекта, естественно, такой одежды для того, чтобы один халат стирался, а во втором, в свежем, я принимал пациентов. А куда вы пойдете после записи нашей программы? Я думаю, мой ответ будет классическим для врача, я пойду на работу. Что вы пожелаете нашим юным зрителям, которые также хотят стать докторами? Я пожелаю, во-первых, проверить свое желание на крепкость, то есть попытаться сделать какие-то первые шаги в направлении медицины. Может быть, сходить куда-нибудь посмотреть, как работает врач, поговорить с кем-то из врачей. И если вы действительно чувствуете, что это ваше, то надо идти по этому пути, идти к своей цели и никогда не сдаваться. Спасибо вам, Дмитрий Валерьевич. Придете к нам еще? С большим удовольствием. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания, дорогие телезрители. Пишите нам в Телеграм. И пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok